Всем привет! Сегодня один из самых кошмарнейших дней в моей жизни. Шарика сбила машина. Я знаю, что я сейчас не очень хорошо выгляжу, мы все наплакались. И я, и Настя, и Катя говорить об этом очень тяжело. Как вообще об этом рассказывать, Мах? Я стараюсь держать себя в руках, не плакать, но не получается. Он прожил с нами 10 лет, даже почти 11. Утро началось с того, что забежала в комнату Катя. Я проснулась, Кости рядом не было. И Катя была одета в парито, она была уже заплакана. Она закричала, мама, мама, иди скорее. Там Шарика сбила машина, у него изо рта идет кровь, он вообще, наверное, умирает. Я подскочила еще толком не проснувшись, побежала. И пока я вышла за ворота, Шарик уже умер. В общем, получилось так. У нас хозяин дома постоянно открывает по утрам ворота и заезжает в свои машины. И постоянно, ну очень часто, когда он это делает, Шарик выбегает. Таким образом он избегает гулять. Но мы какое-то время говорили об этом хозяину, но он пожилой человек. И, наверное, ему трудно следить, уследить за тем, что собака выбегает. Костя с утра тоже уехал. Он уехал в эпицентр по ремонту. И когда это все случилось, я стала ему звонить. Он говорит, я везу сейчас человека в эпицентр ремонтника, работника. Я говорю, Костя, высади его где-то, пожалуйста, и приедь. Но я на тот момент думала, что нам надо к ветеринару ехать. Я сразу бросилась звонить Косте, потому что в первый же момент я стала думать, как. Ну, человеку вызвали бы скорую, да, как поступить вот с собакой, если вот так тяжело она попала под машину, чтобы как можно скорее помочь. И Косте, как назло, не было дома. Все это свалилось на Катю. У Шарика на ошейнике был номер телефона Костин. Косте позвонили, и Костя позвонил Кате. Он говорит, я решил Кате быстрее дозвонюсь. Действительно, мне бывает сложно дозвониться. У меня там телефон такой, что то я звук не слышу, то еще что-то. Он дозвонился Кате, и Катя выскочила сразу за дверь. И она увидела Шарика. Он лежал под забором соседским. Получается, и была соседка, очевидец. Она говорит, его сбила машина, и он шел. Он ушел домой, к вам возвращался, и он не дошел. Ну, то есть ему все хуже и хуже становилось. Но он даже сам шел сначала. Он пытался вернуться домой. И вот он лежал под забором уже, можно сказать, умирал. И та женщина дала Кате тележку. Катя сама на эту тележку Шарика выложила, довезла до наших ворот. В общем, Катя очень сильная духом девочка. Я не знаю, смог ли кто-то бы другой такое сделать самостоятельно. И только потом она прибежала за мной, и вот это начало меня звать. Я только проснулась. Когда Костя приехал, Шарик уже умер. Он так и лежал на этой тележечке. И я подумала, что надо все-таки снять это на видео, потому что у нас очень много хейтеров, очень много злых людей есть, которые могут сказать, что он просто где-то убежал, а вы сказали, что его сбила машина. Вот, поэтому я даже немножечко засняла, хотя это было очень тяжело в этот момент. Вообще, ну, об этом не хотелось думать, ни о каких съемках. Ну, вы сами понимаете. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Пойди вот эту машину постели то, чем он накрыт, и на это его положишь, да? Или не надо? Ну, я думал, сейчас это расстелить, положить это, потом его сюда выгрузить. Ну, давай так. Ну, его этим он может закрыть полностью, да? Ну, вот так потом закроется. Костя, ошейник надо снять. Я не понимаю, как такие люди спокойно живут, которые сбивают животных и уезжают с места происшествия. Если он даже шел пешком после этого, они должны были взять собаку, повезти ее, может быть, ветеринарку попытаться спасти. Бывают люди, которые вообще специально это делают. Может быть, они специально это сделали. Последние дни у нас очень много случалось всяких неприятностей. По сравнению с тем, что сегодня случилось с Шариком, это все были пустяки. Мы даже вчера в аварию попали, но мы хотели не рассказывать это на канале. Но авария была такая легенькая. Просто у нас сзади врезалась машина, мы вот так поворачивали, и врезалась она в колесо. То есть даже повреждений у нашей машины нет. Но тем не менее, все время что-то случается. Когда Шарика укусили, это уже был звоночек к тому, чтобы он не убегал. Но, видите, все равно мы не могли за этим уследить. Я вчера вечером попросила Костю, говорю, давай его вообще не выпускать. Вот пока он на карантине, после укуса, пусть он все время будет дома. Я говорю, выпусти его в туалет сходить. На пять минуток. И назад. Сегодня утром Костя выпустил его и говорит, «Ну, я подумала, он же в своем дворе, там он с джетой гулял, что будет?» Подумала, я съезжу в эпицентр, потом его домой заведу. Вот так в один момент, в одну минуту просто жизнь может поменяться. Я понимаю, что лет через сто вообще никого не будет, кто сейчас жив и что всех ждет. Но когда что-то происходит вот так преждевременно, это, во-первых, неожиданно, во-вторых, вы сами понимаете, я не знаю, как это выразить словами, вообще не знаю. Начинаешь думать, почему так. Может быть, потому что нас многие ненавидят, у нас много всяких там завистников и так далее пишут, что мы ничего не делаем, гребем деньги лопатами. на самом деле это совсем непросто. Мне гораздо проще было жить раньше, до того, как мы занялись этим видеоблогерством. Гораздо было проще и легче. И несмотря на то, что денег вечно не хватало, это была совсем другая жизнь. у меня сейчас отдохнуть некогда, расслабиться не получается. Что-то вот такое происходит, и я не знаю. Простите. Я стараюсь проводить сегодня время с другими животными. Думаю, может быть, как-то хоть чуть-чуть легче станет, глядя на них, понимая, что о них обо всех надо заботиться, все равно нельзя раскисать. Мы поехали к свинкам, после того, как похоронили шарика. Смотрите, как выглядит Костин телефон. Я забыла дома свой, попросила у него. А он мне говорит, ты что-то здесь увидишь. Реально ничего уже не видно. Расползаются эти пятна. Что берем? Давай, а то может. Давай еще какой-то. Несмотря на наше происшествие, мы едем менять свинкам клетки. Надо ухаживать за живыми. Поменяли мы все свинкам. Свинки наши такими толстушечками стали. Толще, чем были раньше. Вот наши мальчики. Светлячок и кабачок. Морские свинки. Я сейчас утешение нахожу только в том, чтобы ухаживать за другими животными. Делать то, что можно для тех, кто живой. А это кабачок. Костя ему сено просто так накидал. Они скидывают сенницы в них. Никакого толку нет все равно.